всем привет сегодня я буду говорить о топливных фильтрах которые находятся в баке который фильтрует бензин вот вокруг насос он находится вот на примере это у нас фильтр от киерею третьего поколения все это оригинал и вот фильтр нас от оптимы двухлитровой 18-19 года короче 4 кузов и так меня всегда спрашивают когда менять их на каком пробеге киа рекомендует их замену на 60 тысяч пробега километров или 4 этого 4 год что наступит раньше и сегодня я постараюсь именно действиями именно физически показать когда нужно ли его вообще менять и когда его менять и как говорится слова словами но лучше посмотреть на факты а факты какие вот у меня топливный фильтр который прошел на киерео это заводской фильтр 250 тысяч километров сейчас я его разрежу и посмотрю если в нем грязь и вообще сколько в ней грязи стоило ли его вообще менять и подобные вещи я всегда стараюсь держать в наличии такие как вот эти фильтры масляные фильтры катушки свечи там масс ну и много чего другого так что если кому-то интересно нужно в описании под видео будет ссылка на вид пишите в любое объявление спрашивайте много чего есть много чего не выставлено все в оригинале отличного качества итак а я приступаю наверное первым делом к осмотру внешнему да еще раз напомню пробег у машины 250 тысяч километров это третье рио начало семнадцатого года одна из последних бензин лился только 92 практически где попала мотор 16 на автомате в общем то наверное и все все по внешнему виду можно сказать что да помутнел из-за бензина но это само собой самое главное что внутри что внутри в каком состоянии фильтрующий элемент все сейчас я его разрежу и покажу итак я максимально аккуратно разрезал фильтр молотком и как видно внутри да он грязный есть грязь вся вот эта набивка фильтрующий элемент он уже грязный загаженный даже изнутри вот он более-менее там разовина осталось снаружи он просто черный и так вот еще раз его внешняя сторона этой набивки вот внутренне уже цвета практически не осталось вот на новом фильтре даже не вскрывая видно какой он розовый вот на свет то есть набивка чистая здесь уже она сильно загаженный в принципе исполнять свою функцию он наверное уже не намерен там даже видно что внутри уже есть на пластике грязь вот эта грязь это не я ее нанес это уже была на фильтре он там видно как она все грязный поэтому фильтр этот уже не работал адекватно грязь через него проходила проходила она куда в топливную систему шла по каналам и доходила скорее всего до форсунок тем самым забивая форсунки в общем-то препятствуя нормальной работе машины да наверное забыл еще сказать важный фактор использования автомобиля вот этого фильтра бензина было в москве и ближайшем подмосковье я думаю в регионах возможно опять же бензин похуже немножко качеством погрязнее там не сильно следят за его частотой ну и какой вывод можно сделать до такого состояния конечно доводить вообще не стоит потому что первое вы загрязняете форсунки свои забиваете грязью 2 естественно идет огромная нагрузка на бензонасос чем грязнее вот эти набивка тем сильнее нагрузка на него идет поэтому вы можете просто остаться в какой-то момент без бензонасоса ну естественно машин не будет работать ну и когда его все-таки менять если вы уверены в своем бензине что он чистый работает нормально то это наверное все-таки 100 150 тысяч все-таки 60 наверное рановато для москвы если все-таки бензин чистый если вы живете в каких-то регионах где вы знаете что бензин плохой какой-то грязь может быть и в баке может быть грязь поэтому тут наверное все-таки до 60 тире все-таки 100 тысяч но менять его все-таки нужно а не поменяв его вы можете столкнуться с проблемой опять же перерасход топлива из-за форсунок и просто можете убить бензонасос что тоже приведет большим тратам чем замена просто вот этого фильтра в нужный момент так что следите за своей машиной меняйте все вовремя ставьте по возможности опять же оригинальные запчасти не ставьте плохие и кстати хотел еще сказать бывали случаи что вот эти топливные фильтры особенно не оригинал плохого качества были где-то с трещиной не запаяны вот тут видно что они запаяны это нормальная внешний вид но бывали трещины и из-за этих трещин машина плохо заводилась потому что пропускал здесь бензин вот поэтому я рекомендую все таки ставить более оригинальные запчасти они более высокого качества ну и прослужит я думаю что намного дольше и сразу отвечу на вопрос подделывают ли данные фильтры запомните подделывают все вообще у нас человек на днях приезжал покупал такой фильтр почему я снимаю это видео и он сказал что купил оригинальный фильтр в магазине в известной марке магазинов в сетевом не буду называть его и при установке он просто не подошел вот такая была подделка в итоге он заплатил за установку но ему вернули старый назад и пришлось ехать в магазин там потребовали естественно всякие бумажки из-за того что он не подошел но у него этого не было в итоге он просто потратил деньги поэтому следите за тем что покупаете и узнавайте вопросы гарантии можно ли его вернуть назад если вдруг он не подойдет ну естественно если вы покупаете на рынках похожие вещи будьте готовы к тому что вы просто выбросите деньги на ветер а эту штуку потом выбросите просто в помойку потому что это будет подделка и она вам просто не подойдет не встанет ваш бензонасос ну а на этом сегодня все я думаю если видео кому понравилось не забывайте ставить лайки подписывайтесь на канал и всем успехов и удачи на дороге удачи